Дом престарелых в загнивающей Америке. Пенсионеров от экрана уберите. Пока Запад по чуть-чуть загибается и загнивает, хочу вам показать, как бедные флоридийские старички доживают свою старость в домах престарелых. При входе у нас имеется ресепшн, чтобы спросить, кого позвать. Лавочки и подъезды тут отсутствуют, поэтому сидим вот здесь. Также в доме престарелых присутствует функция автоматического открывания и закрывания дверей. Наличие пакетов для мокрого зонтика, если вдруг на улице дождь, вообще непонятно. Санта-Клаус в костюме охранника имеет функцию улыбнуться и поздороваться. Одно из неудобств данного дома престарелых, то что поле для гольфа находится не внутри. По непонятным мне причинам все какие-то довольные, радостные. Но разве в их возрасте это нормально? Вот такой дом. Я даже не знаю, как это называть. Дом это или огромный замок. Короче говоря, тут несколько корпусов. Это был первый. Это еще один корпус. А это главный корпус. Вот так вот он выглядит. С такой территорией. Все. Разончики. Асфальтик. По чуть-чуть загнивает. Видите? Пальмы. Не пойми, кто насадил. Вот какая-то у этих американцев наигранная, нереалистичная старость. Сидят они в своих этих креслах, читают свои эти журналы, греются у камина. Вот, например, стоит контейнер. Ну, куда интереснее вокруг него собраться, открыть, посмотреть, что там, поискать. Вот в России это как-то более активно все. Вот тут еще есть озеро. Вот он, сдалека. Целый жилой квартал, видите? С фонтанчиком. Красота. Конечно, красота. Они в свое время политикой интересовались. Красота. 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 Красота.